Вопрос 2029 Вопрос 2029 Делают сравнение себя с пророком Ильей или Иоанном Крестителем, так как эти подвижники ходили по пустыне. Сравнение надуманное и притянуто, так как те бежали от гонителей или выполняли поручения от Бога, а эти по своим уставам и на учениях от человеков, не знающих Писания. Вопрос 2029 Вопрос 2029 Они никогда не могли прибегнуть к Слову Божию, а ссылались только на видение, сновидение, на откровение им якобы бывшее. Вопрос 2029 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 И пребывая в молчании, это корень любомудрия, добродетели. Внимая этому голосу, то есть не зная от кого чего, Арсений ушел из того места вглубь пустыни и построил здесь для себя небольшую келью. В этой келье он всегда пребывал один всемирно, стараясь соблюдать молчание. Он избегал всяческих бесед и постоянно устремлял ум свой к небу. Пребывая на земле телом, он духом возлетал горним силам. По окончании богослужения тотчас возвращался молча в свою келью, при этом он никогда не вступал ни с кем в разговор. Лишь только изредка, будучи спрошен, отвечал на вопрос, насколько возможно, кратко, и затем устремлялся к своему безболному жилищу. Все подвижники, обитавшие в Скидской пустыне, весьма удивлялись добродетельной жизни преподобного Арсения. Один раз Ава Марк спросил его, для чего ты, честный, очень удаляешься от нас? Арсений же отвечал ему, знает Бог, как я люблю вас, но я не могу пребывать одновременно и с Богом, и с людьми, Потому что на небе, хотя и очень много высших сил, тысячи тысячей, или десятков тысяч, но все не имеют одну волю, и потому единодушие славят Бога. Но на земле много воль человеческих, и у каждого человека свои мысли. Каждая из нас имеет различные намерения и мысли, и потому я не могу, оставивши Бога, жить с людьми. Стремясь как можно ближе стать к Богу, Арсений всячески удалялся людей, так что даже не желал, чтобы кто-либо его видел или знал о нем. Серафим Саровский, 2 января. На церковную службу прохлад являлся прежде всех, выстаивая неподвижно все богослужение, как бы оно ни было проложительно. Вне церкви любил он уединяться в своей келье. Не довольствуясь тишиной и безмолвием Саровской обители, юный подвижник, соревнуя некоторым старцам, которые с благословением настоятелю удалились на полное уединение из монастырской ограды вглубь монастырского леса, по благословению своего старца Иосифа, также удалялся в свободные часы в лесную чащу для молитвенного безмолвия, особенно прославившийся своими подвигами схимонах Марк, долгое время бывший молчальником. С всего времени Серафим стал еще более искать безмолвие и чаще прежнего удалялся для молитвы в Саровский лес, где для него была устроена пустынная келья. Вскоре после этого преподобный Серафим подъял на себя еще высший подвиг-то, и добровольно удалялся в пустыню, оставив обитель для безмолвных подвигов в пустыне. Первое избиение в Раифе, 14 января. В продолжении всего Великого Поста до самого Великого Четверга он не говорил ни с кем. Во все это время пища его состояла приблизительно из 20 фиников питье из одной кружки воды, и это в последствии ученика часто доставало ему до самых страстей Христовых. Будучи родом из Фиваидской страны, он прожил при нем безмолвие 46 лет, ни в чем не отступая от правил святого отца, и был примером для многих молодых иноков. Всем вам хорошо известно, что мы по любви Господу нашему Иисусу Христу удалились из суетного мира, и пребывая в этой суровой пустыне, удостоились понести его благое иго в голоде, в жажде, в крайней нищете. Слава сербский, 12 января. Многое иноки избирали для себя подвижническое скистское. Собираясь по два и по три, иноки предавались подвигам молчания и богомыслия. В Феодосе Печерске, 3 мая, братья-обители, приходивших к преподобному ежедневно перед утренней брать благословение для начала богослужения, всегда слышали за двери, как игумен весь в слезах творил молитву, часто ударяя головой о землю. Преподобный же, услышав шаги их, умолкал и принимал вид спящего так, что братьям приходилось иногда раза по три стучать в двери, произнося каждый раз слова «Благослови, отче!». Тогда преподобный показал вид, что он только что проснулся, отвечал «Бог да благословит вас!». И дав благословение, прежде всех приходил в церковь, рассказывая, что он поступал так каждую ночь. Эфимий Новый, 15 октября. Укрепившись в добродетельных киновинной жизни, Эфимий решил отправиться в пустыню, чтобы там, в безмолвии, достигнуть еще большей близости к Богу. Оставался еще не пройденным путь строгого безмолвия. Далеко в сие время разносилась слава об афонских подвижниках, и к ним, к ним-то и решил теперь отправиться Эфимий. Иларион Великий, 21 октября. Святой очень огорчался, что приходившие не давали ему безмолвствовать, и плакал, вспоминая о молчании первых дней, когда он был один в пустыне. Нам говорят, не надо воровать. За это судят, руки отрубают. Вставая утром и ложась в кровать, не воровать стократно повторяю. Закон природной мудрости прибавит. Трудиться, как пчела и муравей. Не раз о том писал апостол Павел. Жить от трудов своих и быть мудрей. Но воровство в природе процветает. Повсюду от цыпленка до орла. Чужие ульи кто опустошает? Медведь и муравьи. Соседская пчела. Историк Карамзин царю в подарок свой многотомный труд историю России. О временах новейших и предельно старых с благоговением решился поднести. Российский император взяв благодарит и просит рассказать как можно кратко. О чем все эти книги? Что в них найдут цари? Воруют, Карамзин ответил. Взятки. Не воровать, не похищать, не грамма. Чужих трудов присваивать не смей. Не звезды на погоны, а гарочки из храма. Невесты, жен, не разрушай семей. Вор не наследует обещанного царства. Наследуя доход от чьих-то душ и тел. На воровство особое мытарство. За счет другого жил, блудил и ел. В душе у нас закон о воровстве. Записан в совести отнюдь не от природы. Сиудой казначеем за счастье быть в воровстве. Из века в век позорнейшая мода. Не обворуй доверием друзей. Святая Русь всем воровствам в музей. Себя не охради, теряя время. Господь снимит с нас воровское бремя. 22 июня 2003 года. Это один. И потом приходится вот так делать. Далее. 2. 2. 2. 3.